Ну вот, дорогие друзья, значит, смотрите, что мы делаем с мышцами спины в нашем мануальном массаже. Вот я нарисовал основу позвоночника, позвонки идут, вот это остистые отростки, выпирая, собственно говоря, которые мы прощупываем. Вот они идут. Это крестец наш, копчик, и к кресту крепятся кости таза. Вот такие. И сначала мы работаем с мышцами поверхностно, то есть, как я говорил, ну просто еще раз повторюсь, да, потихонечку входим в тело пациента. То есть работаем с подсознанием его сознательно, то есть человек может нам и доверять, быть нашим другом, да, а подсознание, оно все равно страхуется, оно независимо от нашего сознания, оно работает на некоторых автоматизмах. Соответственно, сначала мы кладем руку на крестец ему одну, да, другую на макушку. Во-первых, так можно и энергетический столб у него запустить, наладить, можно диагностировать его. И, ну, вообще протестировать можно весь организм, да, но это как бы немножко такая филиграммная техника, она немножко нам сейчас не нужна. Просто мы настраиваемся к ему дыханию, подстраиваемся под него, да, он нам доверяет, потом начинаем работать, размазываем масло, разглаживаем его, да, одновременно с этим, на кожное покрово воздействуем, потом начинаем глубже на кожный покрово воздействовать, уже такое трение получать, усиливаем трение, да. Трение делаем кольцевыми такими движениями, спиралевидными. Так, ну, давайте вот этот дипломастер нарисую. Все время двигаемся снизу вверх, снизу вверх, гоня кровь вверх, да, в сторону сердца, и гоня лимфу в сторону вот сюда, по гребню подвздошной кости, да, вот туда, и вот туда вверх, по всему телу, в подмышечную зону и в подключичную зону, вот прямо вот сюда заходя, да, вплоть до вот этой, до косточки, до ключицы нашей, да. Растирания идут быстрые, вот такими круглыми движениями, можно сбоку пройтись, прямо вот тут, да, по параллестебральным мышцам, можно три раза пройтись, еще посередине, да, ну, условно говоря, три прохода делаем, снизу вверх, раз, два, три, раз, два, три, и так же с этой стороны, ну, симметрично все будем делать, да. Потом у нас идут растирания вертикальные, продольные. Как видите, я сразу же автоматически встал в позу, в стойку. Одна нога пимпедикулярно стоит, а эта направлена вперед или чуть под 45 градусов к корпусу нашего тела. Движение идет быстро, энергично от пятки, как я говорил, ну, прием из восточных единоборств, да. Движение от пятки, толкаемся, бедро подталкиваем, раскручиваем корпус, плечо пошло, локоть и кисть выбрасываем вперед. То есть прямо раз, два, три, натираем тело, а обратно возвращаемся легко, или касаясь пальчиками. То есть, опять же, мы голем кровь вверх, 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 вот туда, да, и лимфу тоже, выбирая подмышку, подключиться в бедро, в смысле, в паховую зону. Растерли так, да, переходим к лопатке. Ну, лопаты тут не вместились, давайте попробуем вместить. Прочистаем, что они есть. Если это вот сотрется, да. Вот, наверное, таким вот объектом от лопатки, да, вот тут ключица идет, да, и начинается кость плеча. Вот он пошел сюда, да, такие костики нарезаем. Соответственно, от него мышцы идут веерно, вот так вот, да, расколется. И мы прорабатываем весь этот веер вот такими вот движениями, меняя руки ладонями. Сначала показываю, да, растираем, вот так. Потом можно вот так вот, близко друг к другу, прям ребром ладонях работает, сильно-сильно-сильно так вот растирая. Чем ближе вы руки стыкуете друг к другу, тем больше будет трения. Соответственно, через трение мы передаем тепло. Человеку уже приятно. Вы, по-моему, сразу там почувствовали, да, и покраснели даже. Вот так прорабатываем, прорабатываем это место. Потом одну руку заменяем на ладонь и прорабатываем вот так. И наоборот меняем тоже вот так вот. Почему? Потому что сюда ладонь заходит с трудом, мы ее делаем ребром ладони, да. А тут наоборот, вот с этой стороны. Далее ладонь, вот эту ребру ладони меняем на все наши предплечья, от пальчиков до локтя, да. Прорабатываем вот так локтем. Потом с той стороны локтем. Потом можно обоими локтями, вот так вот. Как можно ближе друг к другу, параллельно старайтесь вести их. И так можно проработаться вот тут, вот эти все зоны, да, полный через корпус. Потом ягодичная мышца вот здесь. Ягодичная мышца, соответственно, идет от крестца. Вот так они веерно в эту сторону расходятся, да. И от вот этой косточки, которая... Шаровидная вот эта, да, вот зона шейка бедра. Вот так она идет, да. И от нее мышцы, вот так вот, они крепятся к подвздошной кости, вот так вот все, да. Соответственно, их мы также прорабатываем вот так вот. И перпендикулярно, и поперек, и по-всякому, и продольно. Все эти мышцы прорабатываем, разогреваем, разогреваем, да. У нас сейчас пока еще идет разогревание, запомните. Не проминание пока, мы постепенно входим вглубь тела пациента, договариваясь с ним, да. Пока мы растирали его мягко, разомываясь в масло, мы потихоньку как бы говорили ему, ты и я, мы с тобой одной крови. Мы с ним одинаково, мы идем во благо к тебе, да, к пациенту нашему. Мы несем тебе здоровье. Ну, вот с такой позиции надо исходить изначально нам, специалистам. Потом мы растирали еще вот так вот, продольно, да, вдоль крепления, где стыкуются позвонки, да, L4, L5 поясничные с крестцом. Потому что вот эти, вот тут между ними я диск уже свой, да, чаще всего бывает, ну, наверное, 80% случаев грыжа вот здесь, еще вот здесь на втором месте, на третьем месте вот здесь, на четвертом месте шейные позвонки, и там на пятом месте это где-то в груди, это если есть какая-то там либо травма, либо что-то еще. Как правило, у большинства людей 80%, а то и 90%, именно вот в этих местах грыжа образуется, поэтому мы ее растрясаем. Вот так вот, начинаем вот здесь вот более глубоко, горизонтально. Ну, нарисуем вот так. Сюда, не сюда, стрелочкой, да. Опять же, работаем так же. Близко-близко проходимся до копчика, да, и обратно растираем, чтобы прям почувствовалось тепло, прям вот такой вот жар, да. Потом одну руку, которая ближе к голове, да, к центру, мы заменяем на все, предплечи наши, да, вот так вот растираем резко-резко вот эту всю поясницу. Очень хорошо будет, если она будет вот так вот покачиваться, то есть тазовая кость относительно позвоночника будет вот так вот немножко подкручиваться. Сразу мы уже разгружаем огромное количество мышц, это уже немного-много мелких еще идет мышц, мы их все разгружаем. Переходим к разминанию ягодица, да, меняем ладонь, эту на предплечье, а эта предплечье на ладонь. Ну, просто с этой стороны удобнее оплатить, да. Вот, можно так же и обоими, обоими локтями проработать в это место, да. И далее, закончив такое растирание, переходим к непосредственному разминанию. Размяли, ну, это порциональный массаж называется кольцевой захват, да, когда мы вот так вот, либо вот такой вот треугольничек делаем, да, и у нас идет палец вот сюда, а это ладонь к нему, и наоборот. То есть вот так вот мы поджимаем, как бы, и так вот быстро проходим все по большим мышцам здесь, и по вот этим паравертебральным мышцам, они идут вот так вот, такие вот длинные мышцы после позвоночника идут вверх, и мы их как бы прорабатываем вот так вот пальчиками снизу вверх. Ну, как сказать, позвоночник, он здоров тогда, когда он полностью весь пластичен, то есть мы должны его вот так вот весь размять, да, чтобы он, эти мышцы вокруг него, вот так вот были настолько подвижны, вот такую вот змейку как бы проходим, да, получается мы его, если тут нарезанок показать, да, мы как бы вот эти вот мышцы проминаем снизу вверх, опять же лучше идти вот так вот там, запускаем змейку такую, да, вверх. Почему нужно идти снизу вверх, я уже объяснял в других наших видеороликах, смотрите предыдущие видеоролики. А сейчас мы проходим как раз по вот этим фазам спины, и внедряемся теперь глубже, да, чтобы перейти к жесткому разминанию, где мы будем использовать наши все остальные конечности и выпуклости наших рук, тела, да, это будут и кулаки, и всевозможные костяшки пальцев, и вот эти, и вот эти, и вот эти, и вот эта плоскость, да, и запястье будет работать, да, и большой палец будет у нас работать, и локоть будет работать и вот этим острием своим, да, и всем треугольничком вот этим, да, и вот этой поверхностью можно работать. Это сейчас мы дальше посмотрим. Но, чтобы перейти к этому, мы опять подготавливаем нашу систему организма, костно-связочный аппарат, за счет того, что продолжаем эти остистые отростки избавлять от ротации. Если они ротированы, помните, я вам говорил, дисбаланс идет сверху, можно прощупать в этих остистых отростках. Поэтому мы сначала начинаем задавать вибрацию снизу вверх в координатах цилиндрических, когда у нас есть ось и есть вектор вращения вокруг осей. Такая система координат, которую мы задаем одной рукой, делаем напор, упор. Вот так вот, мы прям всем телом иногда можем давить. Начинаем с крестца, прям на крестец так надавили. И движение задается, это практически единственный случай, когда оно задается от конечков пальцев. Не от ноги, как я показал, а от конечков пальцев, вот так вот. То есть пальцы уже дрожат, видите? А за счет упора произойдется такое движение, как будто такое растряхивание вот так. Проходим один раз достаточно. Следующее движение у нас идет в плоскости, так скажем, в трехмерии нашей проекции. Одна плоскость идет вот так вот, в плоскости нашего пациента, да, сагитальная. Мы, а другая вот вертикально назовем ее. Вот так вот, когда пациент лежит, да, она вот так вот. Значит, вот в этой плоскости действуем таким способом. Опять эту же руку оставляем, только движение задаем другой рукой. Вот так надавляем на пальцы. Ну, если пальцы у вас достаточно гнутся, гибкие, да? Да-да-да, правильно. Тогда захотите пониже. Субтитры сделал DimaTorzok